мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске мы находимся штате невада город virginia city и мы его покидаем я не мог не снимать вот это лень не прямо ехать задние колеса но передний на асфальте еле тянут задняя шлифанула поэтому клёво тестирую свой псевдо внедорожник где только возможность появляется ковбой идет ребятки прям с пистолетом в кобуре ну прям у него патроны того тысяч делал вот так тырдё тырдё и кто это такое макай мэнсон привет лошадка конь здорово лошадка привет иди сюда у меня яблоко дай ему яблоко дам пропадет так здесь еще другой лошадка снизу гуляет за планкой а 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 уехали вирджиния сити хайланд и вот здесь вот 200 тысяч населения ребятули ничего найти не можем но скорее всего вот в этом городе потому что он гигантский сверху просто по карте огромное пятно и много-много домиков было видимо здесь 200 тысяч а в том где мы были вирджиния то можно себе представить что там действительно 800 человек живут остальные все туристы местные живут только это персонал который все вот это обслуживает клево они там устроились в том городке неплохо чисто на туризме деньги делают так нам и покидаем вот через него а а а что нам осталось 21 минута едем ию ваша сити и и вот здесь у нас будет мини хайк если мы успеем до захода солнца что цены на бензин да чуть вот минимально ниже чем сам франциско но я не здесь заправлюсь явно не знаю там в рино дешевая заправка есть так как мы там ночуем рядом с рино уже второй раз между прочим там и заправлюсь въехали заплатили 5 долларов это стейт парк и хайк в одну милю сказали нам не обязательно хайковские ботинки можете в простых идти но следите аккуратно под ноги смотрите змеи вот еще пройдемся посмотрим солнце у нас уже зашло за гору я прошу вернемся вот озеро большое рядышком маленькое озеро он там было правее тут большое вот парковка здесь можно лодку арендовать все дела вот дальше еще ехать туда группы главный групп озеро бурлит ну что-то я купаться не хочу не очень не очень а капитан вот мне удобно соли ну здесь паркуемся или дальше еще ехать здесь так ребятки вечерок уже прохладно кофточку одел а куда мы идем вон туда наверх видите там вот беседка вот туда нам надо забраться и оттуда будет как раз оверлук на первое озеро на второе озеро да клява сейчас главное тропинку найти почапаем кверху так а тут народ гудит просто гужбане там у них вон целый вагон и автобусы фиговая туча машин написано что только с резервацией вон ну их там оооо собаки люди ну их там я не знаю человек тридцать сорок хотя бы больше фото ага да вон они камеры фотоаппараты потому что я часы здесь чекинился и здесь которые говорят что один франштальтум найт скай фотографий что-то туда-сюда и имя какого то пацана тум рук мур кук я не знаю не помню как его зовут ну или это компания какая-то в любом случае небо безоблачное вон там вот вот эта вот розовулька, где солнце зашло. В любом случае, они сейчас будут небо звездное фотографировать. Вот. Ребятки, а мы идем на гору. Вот, видите? Если мы туда зайдем, то это табу, там нас ни один Маури не достанет. Нет, это я что-то... Мы сейчас... Осталось, ребята, 3 часа, а их Маури на гору загнали, блин. Дети капитана Гранта. Осталось 3 часа дослушать. Я даже не понимаю, когда они Дункан найдут, когда... Ё-моё, а! А команда, у матроса жена там. У матроса, у горячей. О, боже мой. А Гранта сами, они... Ничего, они зря всю Патагонию проехали, всю Австралию пробежали. Чтобы их Маури чуть не сожрали. Жесть! Я вот сейчас послушал, я что-то перехотел в Новую Зеландию ехать на короткое время. Сейчас опять хочу. Ух! Ну, в любом случае, нам туда надо. Просто посмотрим. Может, не вулкан. Может, не могила вождя какого-то. О, да. Под ноги смотри, и за змей. Как вся эта тетенька сказала. Я думаю, она просто так не будет языком молоть. Дэдсмен, крик, трейл. На лошадях, на великах и пешкарусом можно. И вот вы... А? Озеро стоит... О, Маруся, смотри. Белоголовый орел. Вот. Балт игл. И ред трейл. Хук. Вот оспрый ястреб. О, оспрый. Ястребы, пеликаны. Ну, клево. Что, ехали вверх? История этого Дэдсмен трейла. Ну, короче, вот здесь, в этой долине, жили два чувака. И в 1865 году, 6 июня, их нашли мертвыми. И никто не знает, как они умерли. И все. Что? А? Самое то, на закате. Ага, змеи, койоты, пумята где-то сидят. И два чувака умерли, и никто не знает. И тут еще нам... Блин. Это мормонский чай внутри. Гленнерман сказал, что там Маури. Блин, это мормонский чай. Ну все, сейчас я его выпью и мормоном стану. Медицинское. Заведу себе еще вторую жену, третью жену, и буду жить припеваючи. Давай мормонами станем, Марусь. Не, ребятки, мормоны не для меня. Маруся говорит, мужик должен работать, потому что мормон женщина не имеет права. А он должен содержать их всех. Мне тут себя просто держать. Еще не... Не-не-не, не вариант. Так. У меня такое ощущение, будто я мормонская баба в нашей семье. Ну, давай. А? Давай заведем. Давай заведем. Музыков. Ага. Не, ребятки, я сюда... Сегодня у нас 8 сентября. Да, я знаю, выпуск немного с опозданием вышел. Очередь, очередь. В любом случае, 11 сентября, через 3 дня, я сдаю на права. Дай бог. И на следующий день я пойду и скажу, ребятки, давайте, я регистрирую, чекинись, и иду работать водителем Uber. Вот. Дай бог. Хватит уже не работать. Сколько мы сюда переехали? Ну, окей, ладно, я в Германии последний месяц не работал. И здесь уже полгода. Как раз вот будет сейчас вот недавно. А, кого? Вчера было ровно 5 месяцев. Сырочки, слышите? Жесть. И вода течет здесь. А вот экскременты, койота. Вот такая вот дороженька. Дороженька? А? Дороженька. А что это? Дорога, дорожка. Ну, не дороженька, Сережа. Ну, рыбки, рыбульки. Рыбки, рыбульки, дорожка, дороженька. Так, вот туда я не хочу. Только не говори, что туда надо. Не-не. Слава богу. Это же надо. А? Это же надо. О, это что, луптрейл? Угу. Луптрейл. Окей. Так, как бы мы, да, пойдем дальше. Вот там, может быть, я. Ты слышишь? Да. Этих? Койоты. Койоты сверчат. Койоты сверчат, да. Мне послышалось, будто койот закричал. А Маша услышала вот эту толпу сверчков, которые теперь не только пумята в гнезде сидят, а теперь еще и койоты сверчат, понимаете? Вот как жить, а? Сумолёт смотри, какой огромный. А здесь в Риново аэропорт, да? Да. Здесь не только где-то работают. Ага. А здесь такой аэропорт. Здесь карсон сверчат. У меня это комары задолбали. Блин, прям надо мной целое облако летает. А? Осторожно. Я вижу, тут лошади ходили. Вот он, прям над нами. Ух, красавица. Хабитат. Прям написано, два оленчика нарисованы. Хабитат, да. Я понимаю, я говорю там Хабитат. Написано Хабитат. Хабитат. Тоже мне. Вообще оленчики нарисованы. Озерцо. Кустарники, кустарники. Кругом кустарники. А вот сверху небольшой ручеёк падает вниз. Вот видите, где по зелёному склону, где много-много деревьев. Сразу заметно, что ручей. Но здесь небольшая бухточка. Тополя, ребят, вот тополя. Вот, это всё вниз идут тополя. Жесть, тополя, тополя. Все в пуху, как там поётся. Потерял я что-то девчонку свою. Дядька на гитаре офигенно играет. Надо, чтобы он мне напел. Точно. Фух. Красота какая. Смотри направо. Там где закат. Класс. Ну как вам так, ребят? А? Да. Так, а вот и беседка. Мы идём минут 10-15, не больше. А? Да. Да. 21 миль, а 1 миль. Ну год, но всё равно снизу смотрелось, будто туда идти полчаса. 1,2 миль. 1,2 миль. А их туда-обратно. Вот. То есть, 2 километра. Это прям верхушка. Ровно 2, да? Ровно 2, да? Та-да! У-ху! Ветерок какой. Так, это большое озеро. А вон там маленькое. Ва-шу-э. А, Ва-шу-э. Лейк-стейт-парк. Это, соответственно, одноимённое озеро. Ва-шу-э. Ага. Ва-шу-э, правильно? Ва-шу-э? Ну, Та-ху. Видишь, Та-ху-э. А, Та-ху. Ва-шу-э и Ва-шу-э. Ва-шу-э, ага. Ну, индийское название. Ну. По-любому что-то индийское название какое-нибудь. Так. Ну что, у нас тут темнеет. На моём телефоне 24%. Я его в Вирджиния-Сити полностью посадил. Оставалось 5%. Пока мы ехали, он толком не успел зарядиться за 40 минут. Потому что мы ещё слушали дети капитана Гранта. Вот. И сейчас фонарики все я буду им светить. Нам минут 10 хватит, не больше. На умарывайся 90%. Так что это хорошо. Будем ночью идти. Ох, ребятушки, передаю. Передаю привет всем, кто меня знал. Если кто-нибудь найдёт эту камеру, значит меня сожрали койоты. Ну. Так, ну что, ребятушки. Гоу-гоу. Вниз. Той же дорогой. Потому что мы что-то как-то не нашли. Тут где-то должен был налево быть. Должна была быть дорога. То есть отлетение, трейл дальше. Но мы его не нашли. Там всё травой позаросло. Хрен его знает. Так что. Вот. Подожди. Мы не там пришли. Вон мы той дорогой пришли. Вон мы там пришли. А этой теперь правильно идём? Да. Пошли. Ты уверена? Потому что мы той дорогой пришли. Всё. Нашли, ребят. Да. Это за дорогой. У нас уже тут стемнело. Ааа. В лошадину эту наступил. Слава богу, высохшая. Так. Но змей сейчас на дороге не должно быть. Потому что солнца нет. Они уже позалезли. Они уже понагрелись. Идём. Ё-моё. Ребята, мне реально что-то... Ух. Всё. Все кусты трещат. Просто шипят. Трещат. Сверчат кузнечики. Я шарохаюсь, блин. Слева направо. Справа налево. Мало ли там. Я не знаю. Они же всякие такие животные. Прячутся. В надежде, что их не увидят. Но ты уж проходишь. Ты же не знаешь, что он там спрятался. А ему деваться некуда. Вот он и нападает. Типа защищая себя. Я же не говорю, что там пума меня сожрёт. Выбежит с маленького кустика. Но если какая-нибудь змея цапнет. Даже. Ну, в смысле даже. Здесь-то ядовитых нет. Но всё равно будет неприятно. Опухоль, боли. Что-то неохота мне. Смотри. Камушек упал. А, его кто-то выковырял отсюда. Знаешь, такой камушек. Кстати, Мишаня может ковырнуть. В поисках еды. Ему это делать нефиг поднять. Ну, а кто? Ну, здесь больше другое животное никто не может выковырять. Кроме человека. Человек? Или Мишаня, или человек. А почему в этом Вирджиния-сити? Видела у них везде мишки? Да, ну там-то леска. Вот здесь. Вот мы за вот этой горой. Вирджиния-сити мы только что были. Везде медведи. Везде медведи. Вырезаны, нарисованы, наклеены. А Блэк Бердайдер там курс не сильно здесь. Там даже один я видел с красным галстуком, как Саакашвили. Окей. Гуд. Смотри, мы вон там поднимались. Да, да, да. А теперь мы вон там обходим. Да, да. Ева моя. Давай, пока светло, я хочу выйти отсюда. Ну нафиг. Вот, смотри, человек вот эту тоже яму, хочется сказать, выкопал. Зачем им вот этот камень вытащить? Дура через дети. Дура через дети. О-о-о. Все, ребятки. Увидимся возле машины, если увидимся. Фонарик пустили в ход. Потому что уже. Я сейчас шел. Да, хожу. А? Осторожно, камни. А, вижу. Уже вот камни пошли. Которые шатаются. О-о-о. А наша, а наша боссалась от страха. Где ты? Вот она. Ё-моё, Маша, я иду свечу. А она, Маша, наступает на нее. А она, квак-квак, и давай прыгать. Я чуть не офигел. О-о-о, вот это да. Чё? А ты правда меня списали? Я, ну, ты мимо нее прошла. То есть она, ты прошагивала? Я им это не инстинкнула. Нет, не наступила. Я им это не инстинкнула. Она явно испугалась. Видела, она аж там санула, блин. Дай я вперед пойду, пока ты всех лягушей не задавила. Да, задавила. Нет, она отпрыгала. А я как перепугался. Кто-то выпрыгивает. Прямо Маша между ног. Между, пока она шаг делает, он там, типа... А, давай, ты что? А, давай, ты что? А, давай, ты что? Да, чё? Где пятнистая классная? Где пятнистая классная? Ты понимаешь, что у меня сердце кончится скоро от таких вот всяких? Я нафер поэту, да. Нет, не надо, потому что ты сейчас опять будешь меня пугать, как они тебя будут пугать. Ооо, не надо. Я тебе отвечаю. У меня сейчас... Да вы чё, вот они две маленькие, смотри. Вот она. Вот она. А где большая? Вон, мать. Иди к матери своей. Давай, беги. Уэ. Ой, боже мой. Да вы чё, охренели, что ли, а? Фу. У меня... У меня сейчас инфаркт будет. Боже мой. Я вот даже не знаю, что делать. Выставлять это видео. Учите отсюда. Вот одна. Вот вторая. Уги. Даже не знаю, выставлять это видосик. Потому что люди не поймут. Серёжа боится. Серёжа всего боится, что ему под ноги выпрыгивает, блин, посреди ночи, когда тётенька скажет. Будьте осторожны, тут змеи есть. Вчера енота испугался. Ты бы... Тут что-то шевелится. Ё-моё. Мама! Ты это слышала? Он меня тронул. Это ветка. Чё? Это не дерево, это кто-то на дереве. Пошли отсюда. Я в жизни больше не пойду с тобой при закате куда-нибудь. Я в машине подожду. А? А? Угу. Вот он. Ручеёк. Я думал, кто-то в воду прыгнул. Вот он. Ё-ё-ё. Аааа. Это жабы. Пусть думают, пусть мы сейчас спасут. От лягушек. Если бы я знал, что лягушка... Вот ещё одна сидит. Видишь, мне пофиг теперь. Но... Да, но... Теперь-то я её вижу. А когда она выпрыгивает ниоткуда, не возьмись. Аааа. Фу. Я насквозь мокрый. Холодный пот по спине. Ааа. Всё, пришли, ребята. Вон там вот я вижу уже машину. Ну, ещё идти до неё минут пять. У них костёр жгут. Вот, Маруся, я же хотел костёр. Пошли к ним примастимся. Скажем, чуваки, можно у вас костёр пожечь? Слушайте, как свёрчки сверчат. Машина едет. Сейчас. И всё. Дети. Да, дети тебе орут. А небо какое звёздное. Вам, конечно, не видно. Можно покупать фонарь? Могу. Но как Маруся сказала, мы сейчас приедем, я возьму баночку пивка и выйдем на веранду. И всё это дело будем смотреть на небо. Вот. Так, ребятушки. А тут у нас озеро, мы подошли к нему. Слышите волны как? Ходим потрогать. Тёплая она, холодная? А? Где пляж? Вот пляж. Аа. Пляж. Клёво. А тут камушки. Ну, потрогай сейчас какая-то. О! Какая она тёплая. Не, я сейчас не буду. Ё-моё. Какая она тёплая. Обалдеть. Тут водоросли, непонятное дно, поэтому сейчас бесполезно. Не надо лучше. Какая тёплая, да? Сегодня была 32 градуса здесь жара. Так что вот в такую жару вот это озеро, это не то, что Тахо. Хотя я сегодня и в Тахо бы залез. В 15-ти градусное Тахо. Тахо, это круто, ребят. Всё равно я люблю больше озёра и реки, нежели моря и океаны. Ненавижу солёность. Вот озеро, то ли дело, в жаркую погоду залез в озеро, искупался. Хорошенький, такой бодренький. Ох, ну чё, ребятушки. Да, мы выбор сделали однозначно. Или это озеро, или же Вирджиния-Сити. Вирджиния-Сити, ребята, советую. Не точно, но возможно, можно искупаться. Вот, Варуся говорит, завтра будет хайк, не точно, но мы возьмём купальник, возможно, искупаемся. Ну чё, ребятульки, так как темно, ни хрена не видно, сели, ехали, сейчас заедем на заправку и увидимся уже в комнатке. Там расскажу, где мы живём, чём мы живём, к чему. Вот. Я, ребята, в шоке. Навряд ли это видно, но это Рино. Это самый большой, маленький город в мире. Офигеть! Вон, все казино! Это же Мини-Вегас! Вааа! Да! А когда мы здесь были последний раз, Марусь? В месяц, месяца два? В июле. А, месяца два назад. Клёво! Мы тогда на праздник курятины попали, я помню. Настоященькие птицы. А потом, помнишь, этот труп из катафалка рукой шевелил? Когда мы домой ехали, ваа! Мы ехали, просто катафалка остановился на светофоре, и там такая шторка была, из-за шторки рука торчала, и чётки перебирала. Ну, понятно, что это не мёртвый, но, блин, как-то... Не по себе было. Ну, а чё, клёво, ребят. Смотрите, а действительно похоже. Едешь-едешь, пустыня, ни хрена, ничего нет, и бам! Такой, как Вегас. О, наш самолёт огромный, смотри, вот он, прям, оу! Видишь? Так нам осталось 24 минуты, 32 километра. Так, а у нас эти капитаны Гранта, и вот полиция, я не знаю, у них рейс какой-то, что ли, сегодня. На протяжении всего дня я вижу, как менты останавливают машины. По-прежнему, тропе, достигшие столетнего возраста, походили на красные ели европейских стран. У них была тёмная, конусообразная крона. Более старые деревья, которым перевалило, никогда не ступала нога человека. Об этом говорили и большие наплывы клейкой смолы на многих стволах. Она могла бы на долгие годы обеспечить туземцев товаром и торговлю с европейцами. Охотники наталкивались на большие стаи Киеви в столь редких в обитаемых местах. На одну пятую. И вот путешественники добрались до горы и Керанги уже в совершенном изнеможении. Чтобы выйти на побережье, нужно было ещё два больших дневных перехода. Долина сплошь зарушейки Киранги метко названными удушающие лианы. На каждом шагу лианы, как змеи, обвивались вокруг ног, рук и всего тела. Два дня пришлось путешественникам продвигаться. О, калифорнийский флаг, только там вместо медведя койот был. А это что? Сколько машин! Это огромное казино, да? Я такой парковки в жизни не видел. Ты видишь сколько? То для стадионов на футболе и то меньше. Жесть! Там театр, ага. А это аэропорт. А, понятно. Аэропорт. Вон, 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 казино, смотри. Красота! Сколько зданий. Красный, зеленый, голубые, любые. Вон, светятся, моргают. О, шарик. А почему мы шарик не видели? А вон огромный большой синий шар. Смотри, видишь? Видели, по-моему? Нет. Точно нет. Да, можно. Так, мне сюда? По-моему, да. 68А. Сакраменто, Рено, Вест. На новое ужасное и светлое. Да сколько же можно этот Рено объезжать? Он просто нереально гигантский. Мы просто раз как-то окраина его объехали. Ну, окей, мы в центре гуляли, все, но объезжали его. Как-то бачком-бачком. А тут сколько же можно? Просто нереально гигантский город. Мы, короче, ехали на заправки. Все заправки закрыты. Заправиться можно картой, но там нет магазина, где вот такое вот можно было взять на вечер. Авокадо в конце. Я не хочу. Брецель, не говори мне про них. Ребятки, как офигенно в магазине закупаться за час до закрытия. Смотрите, пустой абсолютно. О, Джеки. 37 баксов бутылка. Джеки. Сколько она? Что-то я не вижу. А, 1,7. Ну, почти 2 литра. Это по-божески. У нас литр столько стоит. Или 0,7. В Германии. В любом случае у нас. У них уже. В любом случае я взял пивка. Хотел одну бутылку взять, но просто такую супер-ангибод пришлось 12 взять. Сейчас еще берем авокадо. Завтра на завтрак. И едем в комнату. Мы здесь живем 5 километров. Прикольно то, что этот сейф-вэй... Нет, давай возьми. Финики это клево. Давай. Этот сейф-вэй сделан точно так же, как у нас. Я просто здесь все знаю, где что лежит. Вон туда мне надо за авокадо. Но! За авокадо. Ой, Сережа, Сережа, они же не склоняются. Так, сейчас берем финики, авокадо и едем отсюда. Так, ребятушки, вот как-то эта комната выглядит. У нас кофе, вода. Там снизу яйца в холодильнике. Все дела огромные. Дамина. Просто офигеть. Я с утра покажу, в каком районе мы живем. Клево. Шоколад есть. Обалденно. Я все сажу. А теперь, ребятушки, я беру пиво, и мы идем на улицу, потому что я немножко с телефона поснимаю. Мы живем на горе. Завтра с утра увидите. Но просто отсюда весь вид на город полностью. Он весь светится. Идем туда смотреть. Must go on, ребят. Видите? Просто огромное пятно. Сейчас мы чуть дальше пройдем, где будет поболее такая, более доступная обзорка. Ну, по крайней мере, я вижу все вот эти вот казиношные темы. Сейчас я вам быстренько вот так вот приближе покажу хоть чуть-чуть. Вон оно. Плохо видно. Но это просто огонь. Это Рино, ребят. Самый большой, маленький город в мире. Ну, вот он, ребят. Город Рино. Вон он. Красавец, да? А вот он. Город Спаркс. Собственно говоря, где мы живем. С утра будет просто нефиговый вид. А вон за Рино, там вдалеке еще что-то светится. Я здесь завтра с утречка остановлюсь. И, ребятушки, поснимаю обязательно. И, собственно говоря, вот видите, домики пару штук. Вот этот холм сниму, где мы живем, где мы снимаем комнату. Там просто одни, я не знаю, самый богатый район, самый богатый район, наверное, здесь. На холме с таким-то видом. Возможно, есть еще другие холмы тоже. Но это значит один из... Такие особняки здесь это просто огонь. А на этом, ребятушки, мы выпуск-то и закончим. День прошел на ура. Сами видели. Вообще такой насыщенный день был. Кажется, будто уже неделю путешествовали. А на самом деле мы сегодня в 6 утра из дома выехали. Так что, вот, ребятки, целую всех в пузико. Сочный такой. Подписываемся, ставим лайки, коментим. Не забываем про Инстаграм и увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok